как быть пожилым и здоровым об этом здесь и сейчас мой собеседник кандидат медицинских наук ирина гадзиева здравствуйте здравствуйте почему человек стареет человек стареет потому что человек дитя природы а раз человек дитя природы тон подчиняется биологическим законам то есть любой организм живой рождается растет мужает становится зрелым и наконец вступает в заключительную пору своей жизни это старение вот человека старее но в общем то старение можно рассматривать скорее как награду потому что далеко не всякий доживает до этой старости а если он дожил до благодатной старости то можно сказать что этот период его жизни будет лучше из всех предыдущих что меняется у людей с возрастом прежде всего с возрастом меняется скорость приспособления к изменяющимся условиям вот эта скорость приспособления называется таким словом адаптация вот эта адаптация она конечно у пожилого человека ниже чем у зрелого это правда но даже с этим моментом можно найти компромисс и каким-то образом вот этим изменяющиеся условия уменьшить почему с возрастом повышается артериальное давление с возрастом становятся более жесткими стенки сосудов прежде всего артерий а ведь ткани организма получают все необходимые и кислород и питательные вещества с помощью крови которые сосуды прежде всего артерии артерии доставляют так вот для того чтобы артерии эти эту кровь получали и развозили по нужным точкам нужно чтобы сердце сокращалось и виде такой волны пульсовой посылала эту кровь на периферию а получается так что сосуды более жесткие и возникает сопротивление периферическое поэтому сердце должно сократиться с большей силой и поэтому повышается артериальное давление ригидность сосудов и увеличение силы выброса на периферию вот при этом артериальное давление повышается она может повышаться физиологически но все-таки тут нужно не пропустить и болезнь поэтому все же пожилые люди должны наблюдаться у врачей более тщательно посещение должно быть более обязательным чем в среднем и молодом возрасте желательно раз в три месяца точно если нет никаких жалоб если есть жалобы той не терпеть не тянуть и уж тем более не спрашивать у соседки нет ли у нее того же самого а пойти к своему врачу которому вы доверяете который вас знает и проконсультироваться почему возникают те или иные симптомы они вполне могут быть связаны с повышенным артериальным давлением головные боли нарушение зрения дискомфорт в левой половине груди или более в сердце поэтому лучше посещайте врача раз хотя бы в квартал а если появились жалобы не тянуть а идти сразу почему снижаются защитные силы организма с годами конечно иммунная система начинает понемножку сдавать свои позиции вот в частности имеется такой орган иммунной системы которая в общем то до сих пор имеет много загадок вилочковая железа вот эта вилочковая железа она развивается от рождения к подростковому возрасту и своего пика она в подростковом возрасте достигает а потом постепенно начинает замещаться жировой тканью все больше и больше и она действующая часть как бы уменьшается в размерах есть такая картинка человек рожденный из смерти и вот смерть ходит за человеком от рождения и больше всего она боится приближаться к нему когда вот это вот вилочковая железа очень активно в подростковом возрасте а потом постепенно постепенно так она подкрадывается к человеку и когда он достигает 100 летнего возраста смерть уходит от него потому что считается что человек уже в нужный момент придет к ней сам есть такая картинка то очень интересно все ему налоги интереснейшая дисциплина и в частности она имеет еще много тайн и вмешиваться в работу иммунной системы надо очень осторожно очень осторожно и если есть сомнение вмешиваться или не вмешиваться не нужно вмешиваться потому что она удивительно пластична она умнее нас и приспособиться к ситуации лучше чем если мы будем неуклюже ее подталкивать можем не туда подтолкнуть три правила первое пожилой возраст замедляет время приспособление к изменениям второе сосуды становятся жестче что повышает артериальное давление третье посещать врача нужно раз три месяца даже если нет жалоб мы продолжим разговора здоровья в других передачах берегите себя